шалом дорогие друзья а мы с вами продолжаем наш экспресс курс по перкаевод по получению отцов мы с вами изучили важнейшие понятия и принципы мироздания мы с вами знаем что мудрецы уже нам посоветовали ставить как можно больше учеников делать ограждение для торы очень вдумчиво максимально вдумчиво относиться к осуждению поступков своих и чужих выноси свои заключения после глубокого анализа также мы с вами учили во второй мишне что мир стоит на трех основах иначе ничего не будет существовать есть условия для существования мира автоматически ничего не работает это тора молитва и взаимопомощь и так мы продолжаем сегодня третью и четвертые мишна йод антигнош и из ишсохо антигнос он был ишсохо он выучил тору получил тору по цепочке передачи у шимона цадика он говорил не будьте рабами которые служат своему хозяину чтобы получить свою какую-то плату а будьте рабами которые служат служат своему хозяину безвозмездно только потому что лишь он ваш хозяин а вы рабы и тогда у вас будет истинный трепет перед творцом мы знаем что всевышний приготовил для нас огромную награду за наше служение в этом смысл создания человека наградить нас вечной жизнью в райском саду но чтобы по-настоящему понять кто же такой творец как ему служить мы не должны думать про эту награду постоянно а мы должны служить богу именно потому что он творец и наш хозяин все награда будет но пойми проникнись трепетом перед творцом ты творение он твой хозяин великое учение антигноса из сухо то есть нужно понимать что мы вообще-то здесь рабы мы здесь на службе нашего творца глубочайшее понимание вообще самих себя и смысла жизни продолжает четвертая мечта йоси бен юэзер из среда в йоси бен йохана тут начинаются уже группы из двух равинов они учились у нашего антигноса из сухо вот двое великих праведников выучили у предыдущего автора мишны они говорили йоси бен йозер говорил даже если ты сам читать писать не умеешь как это раньше было в средние века например все равно пускай твой дом будет домом где находятся мудрецы имей максимальное соприкосновение с мудрецами даже ты не всегда понимаешь что они говорят даже ты читать писать не умеешь но смотри на них любуйся восхищайся вдохновляйся мудрецами и старайся максимально у них учиться мудрости и служению богу вы агами табэк бафара для м и даже на земле лежи но слушай их уроки потому что должен понимать что мудрец и настоящий праведник это тот человек перед которым как бы нужно тоже иметь какой-то некий трепет и у которого нужно бегать за ним по пыли на земле лежат но главное учиться и постигать его мудрость с жаждой черпай знания как будто бы ты не пил воду месяц и дали тебе стакан кока-колы со льдом с лимоном точно так же вау мудрость оказывается бог такой оказывается заповеди такие просто вау наконец-то должна быть жажда вот такие у нас сегодня были две важнейшие мечты понимание что мы рабы а есть хозяин понимание что мудрец как самый-самый-самый прокаченный человек который служит богу к нему нужно прилепиться приходите ко мне домой я вас покормлю я вас приглашу я буду с жаждой учиться у вас спасибо огромное за внимание будем дальше продолжать наш цикл перкая вот поучение отцов самые важные правила для каждого человека